Радиопостановка «Аэлита» Научно-фантастический роман Алексея Николаевича Толстого «Аэлита», написанный им в первые годы существования Советской Республики, привлёк наше внимание. Еще в начале 20-х годов замечательный советский художник «Слово» Алексей Толстой мечтал о полёте русских людей в космос. Слово «Аэлита» А сейчас советские ученые создают искусственные спутники Земли. И недалёк тот день, когда наш народ проложит надёжные пути к звёздам. Мы верст не считали, когда мы шагаем, И с песней рассвет и с печальем шагая вперёд. Над нами смеялась пурга, Метели сбивались пути, И смертная пуля врага Нас всюду пыталось найти. Со времени создания романа «Аэлита» Жизнь и наука далеко ушли вперёд, Но он и сейчас звучит как гимн человеческому дерзанию, Человеческому гению. Но если прикажет народ, Мы снова железной стеной Пойдём вместе с песней вперёд В последний решительный бой. Мы верст не считаем, Когда мы шагаем, Из песней рассвет и с печальем шагая вперёд. Мы верст не считаем, Когда мы шагаем, Из песней рассвет и с печальем шагая вперёд. В Петрограде, На улице Красных Зорь, Появилось странное объявление. Небольшой серый бумагеристок, Прибитый к облупельной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчи Бальцкальс, Проходя мимо, увидел его, Остановился. Объявление заслуживало большого внимания. Скальс, любопытствуя, прочёл его, Придвинулся ближе, Провёл рукой по глазам. Чёрт возьми меня с моими потрохами! Инженер М.С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс, Явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная и дом 11 во дворе. Это было написано обыкновенно и просто. Невольно Скальс взял за пульс. Обычный. Взглянул на хронометр. Было 10 минут 5-го, 17 августа 1920-х годов. Со спокойным мужеством Скальс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздями к облупленной стене, Подействовало на него в высшей степени болезненно. Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, Казались нежилыми. Ни одна голова не выглядывала на улицу. Скальс записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился Рослый широкоплечий человек без шапки по одежде. Солдат в суконной рубахе без пояса в обмотках. Инженер МС Лось приглашает. Вот это... Вот так замахнулся. На Марс. Ха-ха-ха! Вот это да! А что? А вот взять и полететь с ним очень просто. Полететь? В запас я уволился вследствие контузия и ранения. Хожу объявление, читаю скука страшная. Вы думаете пойти по этому объявлению? Обязательно пойду. Но ведь это вздор! Лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров! Что и говорить далеко! Это шарлатанство! Или бред! Все может быть! А вы сами-то кто будете? Скайль сприщурясь оглянул в солдата, смотревшим на него с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Играет музыка Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видим уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Вдруг, это было на мгновение, будто облачко скользнуло по сознанию скальца, закружилась голова. Не во сне ли он все это видит? Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы и, приколоченные гвоздями объявленницы, приглашение лететь в мировое пространство. Скальц развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную. Скальц вошел во двор, заваленный железом и бочонками от цемента. В глубине двора отсвечивали закатом окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена. На пороге сидел на корточках рабочий хохлов и размешивал в ведерке сурик. Скажите, можно ли видеть инженера Лося? Конечно. Входите. Скальц вошел. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Сквозь нагромождение лесов поблескивала металлическая с частой клепкой поверхность сферического тела. Кто там хохлов? К вам, Мстислав Сергеевич. Из-за лесов появился среднего роста, крепкого сложения человек. Густые шапкой волосы его были белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными глазами. Это был инженер Мстислав Сергеевич Лось. Вы по объявлению хотите лететь? Садитесь. Благодарю. Видите ли, я лететь не собираюсь. Но я прочел объявление на улице Красных Зорь. И как представитель американской прессы считаю своим долгом познакомить читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения. Жалко, что вы не хотите лететь со мной. Жалко. Через четыре дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника. Какие вам нужны данные? Наиболее выпуклые черты вашей биографии. Ну, это никому не нужно. Ничего замечательного. Учился на медной гроши. С двенадцати лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба. Ни одной черты любопытной для ваших читателей. Ничего замечательного. Ну, так вот, над этой машиной работаю давно. Постройку начал два года тому назад. Все. Во сколько примерно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? В девять или десять часов, я думаю, не больше. Ага. Я бы очень был вам признателен, если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью. Я к вашим услугам. Так вот, восемнадцатого августа Марс приблизится к Земле на сорок миллионов километров. Вот это расстояние я должен пролететь. Из чего она складывается? Первая высота земной атмосферы — семьдесят пять километров. Второе расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — сорок миллионов километров. Третья высота атмосферы Марса — шестьдесят пять километров. Для моего полета важны только эти сто тридцать пять километров атмосферы. Далее в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности. От чрезвычайного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе — если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то мгновенно аппарат и все, что в нем превратится в газ. Поэтому мне придется сильно затормозить скорость. Со временем путешествие на Марс будет не более сложное, чем перелеты из Москвы в Нью-Йорк. Благодарю вас. Мне хотелось бы дать описание вашего аппарата. Пожалуйста. Аппарат рассчитан так, что он должен иметь не менее восьми с половиной метров высоты и шесть метров поперечники. Построен из упругой и тугоплавкой стали. Это внешний чехол. Внутри аппарата находятся приборы наблюдения и движения. Кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Механизм движения помещается в горле. Оно отлито из металла твердостью, превосходящего астрономическую бронзу. Аппарат заряжен ультраледином, тончайшим порошком, найденным в лаборатории одного нашего завода. Сила ультраледина превосходит все до сих пор известное в этой области. Таков в общих чертах принцип движущего механизма. Как видите, это ракета. Благодарю вас. А на какие средства построен аппарат? На средства республики. Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ? Это я увижу утром в пятницу 19 августа. Я предлагаю вам 10 долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс 6 филетонов по 200 строк. Чек можно учесть в Стокгольме. Согласна? Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной. Ведь это, в сущности, так близко. Ближе, чем пешком, например, до Стокгольма. Благодарю вас. Желаю вам удачи. Лось стоял, прислонясь причем к раскрытым воротам. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, Будто острова лежали в зеленых водах неба. Несколько звезд зажглось в вышине. Было тихо на старой земле. Рабочий лосик Кузьмин подошел, остановился в воротах. Да, трудно с землей расставаться. С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу, Раз десять оглянешься. Своё прижило и место. А землю покидать, ай-яй-яй. Скипел, чайник. Иди, Кузьмин, чай пить. Да, так-то. Рабочие Хохлов и Кузьмин сели в стороне и пили чай. Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет. А ты погоди его отпевать. А мне один летчик рассказывал. Поднялся он на восемь верст. Летом заметь. А масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь. Да там холод, тьма. А я говорю, погоди отпевать. Долететь с ним никто не хочет. Не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно. А я верю. Долетит. Вот тот, что долетит. Вот в Европе они тогда взовьются. Кто взовьется? Кто-кто взовьется? Известно кто. Эти самые. На Марс-то кто первый прилетел? Мы. На теперь выкуси. Да. Это бы здорово. Подошел лось. Сел. Взял кружку с дымящимся чаем. Хохлов. Вы не согласитесь лететь со мной? Нет, Мстислав Сергеевич. Не соглашусь. Боюсь. А вы, милый друг? Мстислав Сергеевич. Да я бы... Я бы с радостью полетел. Да у меня жена больная. Ну, опять детишки. Ну, как их оставишь? Да, видимо, придется лететь одному. Охотников покинуть землю маловато. Да. Лося персал локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Пойду за табачком. Мстислав Сергеевич. Да. Самому-то вам разве не страшно? Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так, мои расчеты окажутся неверными. Я не попаду в притяжение Марса, проскочу мимо. И вот лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Не смерть страшна. Одиночество. Безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному. Вячеслав Сергеевич. К вам? Кто? Красновеец какой-то, спрашиваю. В свет за Кузьминым вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Попутчик вам требуется? Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс. Знаю. В объявлении сказано, мне эту звезду показали, Дайвич. Далеко, конечно. Условий какие, хотел я знать, жалования, харчи. Вы семейный? Женатый, детей нет. Семью обеспечим, жалование выдается вперед, деньгами и продуктами. Так. Так. А это... Как вам известно, люди там или чудовища какие обитают? По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем. Уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы буль на магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлена пока жизнь. Сигналы могут идти только с Марса. Видимо, там есть возможность установить огромные мощности радиостанций. Марс хочет говорить Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы, но мы летим на зов. Ух ты! Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены существами, не похожими на нас. Марс и Земля два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Для нас и для них один закон. Всюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный. Нельзя создать существо более совершенное, чем человек. Их, чёрт! Еду! Еду с вами, еду! Когда приходить свящать? Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия? Гусев Алексей Иванович. А занятия? Ну, я грамотный автомобиль, ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем, с 18 лет воевал. Вот всё моё и занятие. Имею ранение, теперь нахожусь в запасе. А, хорошо. Их, чёрт! По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать. Характер неуживчивый. Ну, и дела были за эти семь лет. Был и в конице Будённого. В последний раз ранен, когда брали перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам. Выписался. Вот тут... Тут уж эта самая девушка-то и подвернулась. Женился. Жена у меня хорошая. Жалко её. Но... Но дома жить не могу. Дело хочу настоящее вот так, чтобы душа горела. Вы уж, пожалуйста, мастер Слав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам там, на этом Марсе пригожусь. Ну, очень рад. Беру. До свидания. До завтра. До завтра. Их, чёрт! Вот это да! ПЕСНЯ 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 Всё было готово к отлёту с земли. Но два последних дня пришлось провозиться над укладкой внутри аппарата в полых подушках множество мелочей. Проверили приборы, инструменты, сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы. Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра в шесть часов вечера назначен отлёт. Поздним вечером лось отпустил рабочих и Гусева погасил электричество. Ночь была тихая, звёздная. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс. НОВЫЙ ДИВНЫЙ МИР Новый дивный мир, быть может, давно уже погасший, или фантастический, цветущий и совершенный. Так же оттуда когда-нибудь ночью буду глядеть на мою родную звезду среди звёзд. Лось долго стоял в воротах. Этой ночью Маша, жена Гусева, долго дожидалась мужа. Несколько раз подогревала чайник на примусе. Издали ветер доносил печальный перезвон часов. Пробило два. Гусев не шёл. Чего ищет? Чего ему мало? Всё что-то хочет найти. Душа непокойная. Алёша, Алёша. Хоть бы раз закрыл глаза, лёг бы ко мне на плечо. Не ищи, не найдёшь дороже моей жалости. Послышались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошёл весёлый, перепачканный копотью. Ха-ха-ха-ха! Ох, не спишь! Ах, не спишь, какая ты! Ну-ка, слегка помыться. Где ты так долго-то? Завтра едем, едем! Прощайте! Ох, у тебя и чайничек готов горячий. Это и славно. Алёша, куда ты опять? Ну, будет тебе, будет тебе. Не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пули, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек. Отметка еще не сделана. А умереть это все равно не отвертишься. Муха на лету, заденет лапу и прыг, и помер. Алеша, ты вернешься ко мне? А, ну, сказала вернусь. Вернусь, значит, вернусь. Фу ты какая беспокойная. Да, вот что, приготовь мне чистые две смены. Мыльца не забудь, шильца да мыльца. Далеко едешь. О, Маша, за облака, Маша, далеко. Маша прибрала посуду, села штопать носки. А когда подошла к постели, Гусев уже спал, положив руки на грудь, спокойно закрыв ресницы. Спит. Куда летит? Чего ищет? Алеша. Алеша. На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся, напился чаю, шутил и гладил Машу по щеке. В моем покинутом краю Стоит березка над рекой И песню нежную свою Она поет в тишину ночной И эту песню в дальний путь Уносит и волга опять Чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать Чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать Ну, ну, не унывай, смотри веселей, Маша. Пиши. Так она и не поняла, куда он уезжает. Перед мастерской Лося стал собираться народ Шли с набережной, Бежали со стороны Петровского острова, Взбивались в кучки, Поглядывали на невысокое солнце, Пустившие сквозь облака широкие лучи. Что эти народы собираете? Убили кого? На Марс сейчас полетят. Что вы рассказываете, кто полетел? Твоих бандитов из тюрьмы взяли, Запечатают их в стальной шар и на Марс для опыта. Бросьте вы врать в самом деле. Ах, сволочи, людей им не жалко. То есть кому это им? А вы, гражданин, не цепляйтесь. Бросьте, товарищи, тут в самом деле историческое событие, А вы, Леший, знаете, что говорите. Гражданин, гражданин, долго нам еще ждать? Как солнце сядет, так они и взовьются. Закат багровым светом развился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, Появился большой автомобиль, губы с полкома. Толпа затихла, раздвинулась. Члены из полкома, академики, инженеры, журналисты Окружили аппарат. Лицо Лоси было бледно. Глаза как стеклянные. Он взглянул на часы. Все готово. Пора. Товарищи, я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен, пройдет немного лет, И сотни воздушных кораблей Будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно толкает нас дух искания. До свидания, товарищи. Прошу, как можно дальше отойти от аппарата. Счастливого пути, Мстислав Сергеевич. Возвращайтесь к нам благополучно. Спасибо вам, друзья. Прощайте. Бывайте здоровы, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. Хохлов, к жене зайди, не забудь. Товарищи, я передам этим на Марсе Пламенный привет от Советской Республики. Уполномачивайте. Порядок, уполномочили. Гуси и Гусев полезли в люк. Тверца силой захлопнула за ними. Завинтив входной люк, Лось сел против Гусева. Летим, Алексей Иванович. Пускайте. Лось взялся за рычажок Риостата и слегка повернул его. Внимание! Матон! Лось, гусев, 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 Российский Марс, главная политическая фигура в США, считает Лос-тестом как монстровные эксперименты. Л'инженер Лос, и он был в этом году, был известен scientist и профессионал, назван «Российский лет к Марс». Задрожала Земля. Черный аппарат оторвался от площадки и повис в воздухе, как ракета взвелся над толпой, ширкнув огненной полосой в огромном тусклом зареве туч. Аппарат мчался по касательной против вращения Земли. Преодолевая слабость и начинающееся головокружение, Лось сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Гусев прильнул к другому глазку. Земля расстилалась огромной, без краев выгнутой чашей, голубовато-серая. Кое-где точно острова, на ней лежали гряды облаков. Это был Атлантический океан. Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну. «Прощай, матушка! Позже-то на тебе!» Гусев поднялся, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот. «Помираю!» Гостислав Сергеевич! Моченец! «Держись, держись, брат!» Мощь чувствовал, сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется, трепещет мучительно, бьет кровь в виски, темнеет свет. Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончился слой воздуха, уменьшилось притяжение. Аппарат с каждой минутой, набирая скорость, сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство. «Прощай!» «Все!» «Померали!» «Ах!» Лось, ломая ногти, едва повернул в рычажок реостата. Сердце стало. Лось очнулся первым. Грудь резала, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появлялись и исчезали. Необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны. Летим. Летим. Все идет хорошо. Аппарат покрывает около 500 верст в секунду. Светло. Алексей, Алексей, Алексей Иванович, Алексей Иванович, Алексей Иванович, ну-ка, ну-ка вздохните-ка поглубже. Ну-ка, вот еще, вот еще вздохните, это едкая соль. Ну-ка, вот так вот, вот так, хорошо. Хорошо, а теперь давайте приподнимемся. Ну-ка, держитесь, ну. Лось сделал усилие приподнять его, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Лось разжал руки. Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти, сидел, как в воде, озирался. О-о-о-о. О-о-о. Мстислав Сергеевич, а я не пьяный? Нет. Летим. 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 Вот это да. Алексей Иванович, лестик наблюдать, верхние глазки. Есть, есть наблюдать. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха. У-у-у. Темень, Мстислав Сергеевич. Ничего не видать. Так, продолжайте смотреть с той стороны, а я надеваю дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Ой-ой-ой. Ой, как интересно. Чертким очертанием, огромным косматым клубком солнце висит в пустой темноте. Вот это зрелище. Живописный огонь вселенной. Идите сюда, смотрите. А вы гляньте-ка сюда, в темнотищу. Лось придвинулся к глазку противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся, а зеленоватый луч звезды. Лось пополз к третьему глазку. Вдруг ударил в бок аппарата. Что-то наварилось и поползло по его поверхности. Аппарат затрясся. Что это? Что за черт? Какая-то штука летит рядом с нами. Должно быть, мы проходим голову кометы. Восьми расстилаются поля сверкающие, как алмаза осколков. Пустите меня к пульту, миссислав Сергеевич. Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет на стонцу. Давайте полный. Есть, есть полный, полный есть. Легче, глыба справа. Давайте полный. Гора, гора летит, гора. Дрожащей рукой Гусев повернул рычажки реостатов до отказа, рискуя взорвать аппарат. Проскочили. Ходу, ходу, Алексей Иванович. Алмазные поля остались далеко внизу. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба. Ну вот, вот опасность миновала. Теперь траектория полета правильная. Ставьте рычаги на средний. Поставил? Ох, ну и жарище у нас. Аппарат сильно нагревает с одной стороны солнцем. Я включаю охлаждение. Гусев отделился от стены и повис в воздухе. Раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к другой стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка. Глядел на серебристый, ослепительный диск, возникший перед ними планеты. Глядите. Вроде, как луна перед нами. Марс. Это Марс, Гусев. Ух ты, черт. Все идет как надо. По науке, значит? По науке, значит. Ха-ха, вот это да. Серебристый, кое-где, словно подернутый облачками, диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Алексей Иванович, следите за управлением полета. Я буду наблюдать Марс. Есть. От напряжения улосила милоспины и плечи. Резала глаза, но он не отходил от окуляра, торопливо отмечая время, делая какие-то пометки в тетради. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинул с крестами. Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем. Ура! Ура вам, Мстислав Сергеевич! Аппарат поворачивался к планете. Лось выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненная. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши. Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым. Серебряный диск Марса казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них. Ой-ой-ой, отчет! Ух, ах! Марс закрывает уже все небо, тусклеет. Края его выгиваются чашей. Встаешь! Марс! Встаешь! Стекла глазков запотели. Аппарат прорезывает облака. Садимся! Лось выключил двигатель. Сильным толчком его кинула на стену, перевернула, аппарат грустно сел и повалюсом Абак. Ахтон, ахтон, verehrте Хереринен и двой Руссен. Здесь есть новое новое из России. Из России, это же, что... Руссен путешествия на планете Марс. Лось, Руссен путешествия Марс. Руссен путешествия путешествия Марс. Лось, путешествия Марс. Главные политики в США предпоследствуют Лось тест для того, эксперимент монстров. Лось, Сен-Яр Лось. И вот в интернете по-настоящему знаменитому научному профессиону назван «Руссен летом к Марс». Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Придя немного в себя, лось и гуси ввыкли. высунули наружу полуживую мышь, привезенную из земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Значит, воздух годен для жизни. Ясно. Давайте и мы наружу. Алексей Иванович с благополучным прибытием. Вылезаем. Обождите, обождите. Я захвачу с собой Маузер на всякий случай. Маузер Темно-синее как море в грозу. Ослепительное, бездонное небо увидели гусев и лось. Пылающие косматые солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны, отрезки черты горизонта до зенита. Веселое у них солнце. Как чувствуете себя? Целебно. Целебно, Мстислав Сергеевич. А вы? Покалывает грудь, стучит кровь в висках. Но дышится легко и воздух тонок и сух. Но и но. Да, славно тут совсем неплохо. Ура вам! Ура, Мстислав Сергеевич! Подождем, подождем, пока делать заключение. Оглядимся. Есть, есть оглядеться. Аппарат лежит на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стоят большие кактусы, точно семисвечники. Бросают резкие лиловые тени. Чудно. А как вам шагается, Мстислав Сергеевич? Идти необычайно легко. Хотя ноги вязнут по щиколку в рассыпающейся почве. Огиваясь жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Растения едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев стукнул ногой ему под корень. Ха! Эх ты! Повалился. Идем уже около получаса, а перед глазами расселается все та же равнина, кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Черт, на что это все похоже? А! Ну да! Ха! Ха-ха-ха! Ну да! Пустыня азиатская! Ну, где бы смочей били? Подождите, подождите. Так, так, Алексей Иванович, Алексей Иванович, а почва-то ведь спаханная! Что вы? Смотрите, смотрите, эти широкие полуобсыпавшиеся полосы, да ведь это же пашня! На ней правильные ряды кактусов! Верно! Это же посажено! Ну да! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, как мы и думали, Марс, обитаем! Ха-ха-ха! Обитаем! Ха-ха! Обитаем! Обитаем! Мы, Мастер Сергеевич, смотрите, смотрите, каменные плита! Что это может такое значить, а? И вот сбоку ее вернуто кольцо! Бронза! Кольцо с обрывком каната! Да, Алексей Иванович, Алексей Иванович, вы ничего не понимаете? Ведь, значит, Марс населен существами, подобными нам! там! Точно! Ясно, как апельсин! А как вам кажется, зачем кольцо? Да черт их душу знает, зачем они тут кольцо? А затем, чтобы привязывать Бакен! Видите, ракушки? Мы на дне высохшего канала! Да-да-да-да-да-да-да! Действительно, насчет воды тут плоховато! А? Смотрите! А? Смотрите! Смотрите, живность! Гусев положил руку на револьвер. Вдалеке над полем поднялась и полетела судорожно взмахывая крыльями большая птица с висячим, как у осы, телом. Интересно! Очень интересно! Эх, черт! Улетела и не разглядели ее! Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатые заросли скользили, кидали в сторону какие-то щетинистые клубки. Что за чертовщина? Поймать, а? Осторожно, Алексей Иванович, не спешите. Да. Эх, вернуться нам надо, поесть, передохнуть, умаемся. Тут ни одной живой души нет. Да. Да-да, до чего вокруг пустынное печальное сердце сжимается. Да, заехали. Пустыня. Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Эй, эй, кто там у аппарата? Так, вашу эдак, стрелять будут? Кому кричите? Видите? Видите аппарат поблескивает? Ну, да, вижу теперь, да, да. А вон, вон, правее его сиди. Вижу. Они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо около него запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав круг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но лось вышиб у него оружие. С ума сошел! Это марсианин! Лось вынул платок и начал махать странной птице. Мстислав Сергеевич, поосторожней, как бы он в нас чем-нибудь оттуда не шарахнул. Спрячьте, говорю, револьвер, спрячьте. Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее на стуле летательного аппарата. Показался голова марсианина в шапке яйцом с длинным козырьком. На глазах очки. Лицо коричневого цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот, пищал что-то, наконец, снизился шагак в тридцати от людей. Показался в шапке яйцом с длинным козырьком. Не бойся! Валяй! Валяй сюда! Сюда! Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Он сердито указывал на повальные кактусы, но когда люди двинулись к нему, он живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел. Вот чудак обижается. Ну, да будет тебе орать, сукин кот! Ну, катись, катись к нам! Не обидим! Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет. Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет есть и пить. Гусев закурил папироску. Марсианин некоторое время глядел на них, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом. Вот, сукин кот, струсил подойти. А ну-ка, что он там кинул в мешке? Ага, так, две металлические коробки и еще вот что. Плоской сосуд с жидкостью. Давайте откроем коробки. сейчас. Глядите-ка, что в них? Здесь какое-то желе. Сильно пахучее. А в этой студенистые кусочки похожи на рахат луку. Надо понюхать. уху, фу, черт, скажите, что едят? Я не знаю, как вы, а я закушу своим. А знаете, Алексей Иванович, сколько времени мы не ели? Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся. А не ели мы с вами, друг милый, 23 три или двадцать четыре дня. Сколько? Вчера в Петрограде было 18 августа. А сегодня в Петрограде 11 сентября. Вот чудеса какие. Это вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич. А это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули землю по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Чудно и непонятно. Но я верю вам, что это так. Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья? Мы как, не отравимся? Я попробую. Ну? Как? О-о-о, ничего. Пить можно. А, вроде нашей Мадеры. Рекомендую. Спасибо. Спасибо. Напоминает? Действительно Мадеру. Хорошо, Мстислав Сергеевич. Ах, не жалко, что полетели. Не жалеете? Нет. Это хорошо. А ничего, Мстислав Сергеевич, это Мадера-то, а? Пить можно. Греет. От черти марсиане. Умеют, видно, жить. Знают, что к чему. Интересное летательное приспособление у них. Мы на земле до этого не дошли. Ну, это мы еще увидим, до чего дошли они. Ведь, зная и пылью, мы с Буджаном ходили на рассяг на большие дела. Пылающее солнце клонилось к закату. Лось и гусев шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине. В пепельном закате низко над Марсом встала большая красная звезда. Земля! Вон она! Ох, матушка! Да, ну и ночь, как во сне. Лось оглядел небо. Лучик от красноватой звезды земли шел в самое сердце. Земля, земля зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, любимая Родина. В моем покинутом краю стоит березка над рекой. И песню нежную свою она поет в тишине ночной. Про неизвестный тихий сад, где тополя стоят вдали, где руки ласковых девчат березкам косы заплели. Где руки ласковых девчат березкам косы заплели. И вдруг он увидел между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля. Она поет про старый дом и в сельковые края, где по тропинкам босиком бродила молодость моя. И эту песню в дальний путь уносит и Волга опять, Чтоб за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Тень воздушного корабля исчезла. Рано утром Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Над головой в утреннем розовом небе спускался весь залитый солнцем летучий корабль. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. По лесенкам побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками. В руках у каждого было с диском посредине автоматическое ружье. Оружие я, чудаки, как бабы держат. Лось стояла у аппарата, сложив руки на груди, улыбаясь, рядом широкоплечий Гусев. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Он прошел мимо двойного ряда солдат, приблизился к людям, поднял к нему маленькую руку в широком рукаве и сказал... Толцету! Земля! Земля! Товарищи из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здравствуйте! Мы вас не обижаем, а вы нас не обижаете! Сестав Сергеевич, они ни черта по-нашему не понимают! Марсианин легким движением руки указал на солнце... Солнце! Солнце! Марсианин указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар... Тума! Марс! Марсианин подошел к аппарату, долго, со сдержанным удивлением рассматривал огромное стальное яйцо, затем, поняв, видимо, его принцип, быстро повернулся к лосю, потемневшими, увлажненными глазами глянул ему в глаза, рукою закрыл лицо и поклонился низко. Марсианин указал лосю и гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Но, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда. Приглашают. И они пошли к кораблю. Завыли пропеллеры, кости, может быть, пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт. Радиопостановка «Аэлита», часть 2. Еще в первые годы советской власти замечательный писатель и патриот Алексей Николаевич Толстой мечтал о полете русских людей в космос. Герой его научно-фантастического романа «Аэлита», написанного в начале 20-х годов, молодой инженер Мстислав Сергеевич Лось изобретает первый в мире космический ракетный аппарат и готовится к полету на Марс. Спутником инженера в этом дерзновенном полете стал демобилизованный красноармеец Алексей Гусев. Вернувшись из армии, этот отважный боец революции рвется к большому делу во имя мира и счастья людей. Мы верст не считали, когда мы шагаем, из песни рассвет и встречаем, шагая вперед. Над нами смеялась пурга, метели сбивались с пути, бессмертная пуля врага, нас всюду пыталась найти. Лось и Гусев удачно опустились на далекой планете. Как и думали русские ученые, Марс оказался обитаем. Марсиане восхищены подвигом двух русских смельчаков. Они пригласили их в свой летательный корабль. Лось и Гусев поднялись в воздух и полетели над Марсом. Корабль летел высоко над Марсом. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам. В светлой, соломенного цвета рубке он сел на плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул заветный портсигар, хлопнул по крышке. Ну, покурим, товарищи! Угощайте! Шо-хо-хо! Шо-хо! Варби! Марсиане с испугом за третей головами. Когда же Гусев загурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него. С ужасом глядели, как шо-хо глотает дым. Я Гусев! Гусев! От гусей! От гусей, значит! Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га. Здоровенные такие птицы на земле есть. Да вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. А, да, Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. Корпус мне предлагали. Нет, извините, семь лет воевал хоть кому очертить. Ребята, ребята, а тут Мстислав Сергеевич меня зовет. Умоляю, Алексей Иванович, без вас. Хоть на Марс не лети. Ну вот, значит, здрасте. Шоха, да! Шоха! 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 Кто мира? Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой мускатного запаха жидкостью. Марсиане выпили и залопотали. Гуся вхлопал по их спинам, шумел. Выпить, я вижу, вы не дураки. Ну, а песни, песни петь умеете? Нет? Не понимаете? Ну, вот так умеете. Шел дорогами солдат много долгих лет подряд. И в жару он и в мороз где-то шел, а где это ополз? Но смех за грех он не считал, и смех солдату помогал. Эх, помогал, и смех солдату помогал. Эх, смех помогал. Был в саполке его худым, а живот всегда пустым. Пулах, дура, много раз за солдатом спит на нас. Но смех за грех он не считал, и смех солдату помогал. Эх, помогал. И смех солдату помогал. Эх, смех помогал. Тем временем лось, облокотившийся решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу унылую холмистую равнину. Марсианин подал знак, и корабль взмыл вверх, летел теперь к вершинам зубчатых гор. Скоро горный хребет кончился. На северо-западе сквозь прозрачные и зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной чудесной дали и улыбнулся. Азора! Ролезные полноводными каналами, покрытые оранжевыми кустами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало радость, походила на те цыплячьи весенние луга, которые вспоминаются во сне в далеком детстве. По каналам плыли широкие металлические барки, по берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов, повсюду ползали фигурки марсиан, в лугах блестели лужи, сверкали ручьи, чудесный был край Азора. Равнина стала переходить в невысокие мягкие холмы, за ними проступали глуповатые очертания решетчатых башен. СОАЦЕРА СОАЦЕРА Гусер, идите сюда скорее. Есть! О, вот это да! Вот так размахнули марсиане цивилизацию. СОАЦЕРА Огромный город, должно быть столица. Лось встал держать за трос, снял шлем, ветер поднял его белые волосы. Гусев прямой, грудь колесом, стоял рядом. Голубоватые очертания СОАЦЕРА плыли навстречу. Смотрите! Уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, но и город, силища. Ой-ой-ой, что это? Что это? Сколько черных точек летит над городом! Это сотни марсиан летят нам навстречу. Видите, в крылатых лодках, в седлах, в корзинах с парашютами. Алиршам! 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 Глядите! Глядите, мистер Став Сергеевич! Вон сверху вниз падает в корзине толстяк в полосатом колпаке. Варвить! Варвить! Абраош! Медали? Ахах! Он смешной какой! А вон, приближается вся в цветах плетеная лодка. Три женских большеглазых бледных лица, голубые чипцы, голубые летящие рукава, злототканные шарфы. Глядите, мистер Став Сергеевич! Варвить! Ай-яй-яй! А вон, вон, глядите! Варим ушел! Варим ушел! Варим ушел! Варим ушел! Варим ушел! Привет, здравствуйте! Привет, как вас? Ой, сколько цветов! Ахахахи! Ахахи цветов летят на нас из лода! Спасибо, друзья! Ищи, веселые! Здравствуйте, товарищи марсиане! Мы к вам с приветом от Советской Республики для установления добрососедских отношений! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шум ветра в крыльях, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу пурпуровая, то серебристая, канареечные листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов, все было, как сон. Эх ты, мать честная! Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь, сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. Пустили! 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 Ого! Что это? Посмотрим. На широкой лестнице появилась кучка марсиан в черных халатах. Впереди – высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. Кто же это будет у них? Посмотрим. Шохо Талцетл уставился. Че он так смотрит на нас? Алексей Иванович, не надо. Корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении. Корчи! Корчи, Тайра! Айрдюску! 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 Саоцера утонула далеко за холмами. Корабль сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям. Лось и гусев вместе с лысым их спутником пошли по лугу к роще. Дорожка сгибала к озеру. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидячие статуи, поросшие ползучей растительностью. Пряный сладкий зной кружил голову. Опустились на озеро желтые птицы и распушились, атакиваясь под радужным фонтаном воды. Гусев остановился. Мстислав Сергеевич! Да? А мы с вами не во сне? Они нас этого, того, не околдовали? А? Нет, друг мой, это все реальное. Да уж, больно все это непривычно. Все цвета наоборот. Нет, мы во сне. Листва и вдруг голубая, трава золотая, кустарник красный, как небо на закате. Нет, Мстислав Сергеевич, мы во сне. Да, чертовски, бешено красиво. А тишина, пьянящая, хрустальная, а краски, краски... В это время на ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее обкрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватой, рядом с грузным очертанием статуи. Она вскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову. О! 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 Аэлита! Аэлита! Утара! Кто ты, Аэлита? Эх ты, мать честная! Вот это королева! Керимми! Керимми! Он быстро потащил лося и гусева с дорожки в чащу. И вот на поляне они увидели угрюмый, с покатыми стенами серый дом. Ну и гам, шохо! Ну и гам! Понятно, понятно, пришли. пленникам или гостям делать нечего. Игорь Негода. Низенький толстый марсианин в полосатом халате, управляющий домом, отвел гостей в светлые маленькие комнаты, выходившие узкими окнами в парк. После ванны лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол. Ох, сколько тарелочек, да! С овощами, паштетами, крошечными яйцами. А это что? Это? Да. Ну-ка. Ох, это, очевидно, фрукты. Фрукты? Фрукты. Да, фрукты. Попробуем. Приступим. Вот так комиссия. Стой, 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 что он издевается над нами? Подоставил всякой жратвы, а есть нечем? Как вас? Ну, марсиант. Я, конечно, мог бы по-солдатски прямо руками минуть, раз я такую малость, я своими пальцами хвачу. Да ведь он же первый меня и срамить начнет. Скажет, этикета не знает. Марси... У них тут на марсе что видно баржуазные предрассудки, будь здоров, как сильный. Алексей Иванович, а вы видите, в каждом блюде крошечная лопаточка. Да. Наверное, да. Правильно. Ну-ка, попробуем. Э-э-э, уж больно непривычно. Эх, жалко я ложку с собой не захватил. А вы представьте, Алексей Иванович, что вы на дипломатическом обеде. Вы представитель Советской Республики, а кругом иностранцы сидят. И каждое ваше слово, каждый жест имеет политическое значение. Ах, вот как. Ну, Алексей Гусев лицом в грязь не ударит. Верите? Верю. Обед шел чинно. Но управляющий каменел, глядя, как люди с земли уничтожают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Затем их проводили в спальню. И вот уже крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах. И кровати трещали под их непомарсиански могучими телами. Кто здесь? Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Шумели листья, свистели птицы под окнами. Кто там? Входите. Лось распахнул дверь. Лось и гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов. Недалеко от двери стояла пепельно-волосая молодая женщина в черном платье, закрытым до шеи, до кистей рук. Шохо адм аэлита. Лось низко поклонился ей, аэлита, не шевеляясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Пришельцы с земли приветствуют тебя, аэлита. Эллио, утара, ио. Рады познакомиться. Командир полка гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб, за соль. Аэлита указала на широкую скамью. Лось и гусев сели. Она присела против них, стала мягко и пристально глядеть на гостей. Хорошая девушка, очень приятная девушка. Йон, Йон Тутей. Аэлита протянула перед собой руку ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и гусев увидели в глубине ее ладони бледнозеленый туманный шарик с небольшой яблокой величиной. Внутри он весь двигался и переливался. Оба гостя некоторое время внимательно глядели на облачный шарик. Вдруг в нем появились темные пятна, стали проступать яснее, яснее. Смотрите, это земной шар. Тал-цетл. Тал-цетл. Земля. Зем-ля. Зем-ля. Да-да, земля. Тал-цетл. О-зе-о. О-й-ва. Ох, а это очевидно означает сосредоточьтесь и вспоминайте. Лось сосредоточился. В памяти возник кусок географической карты. И сейчас же шар начал медленно крутиться, яснеть и словно расти. Появился Тихоокеанский берег Азии, Дальний Восток. Потоки яркого и теплого солнечного света хлынули, озаряя изображением. Алексей Иванович, вы понимаете, это воспоминание несет нас, как на аэроплане. Вот она. Тайга, шапка и леса. Леса. Это Сибирь. Реки великие и малые. Города. О-о-зе-о, тал-цет-о. Да-да, это мы, русские. Советская Россия. Вся эта силища земли наша. Народ себе отвоевал. Здесь Россия. Россия здесь. Россия. Россия. Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка Волги. И вот надо всем этим летящие к небу башни, сверкающие купола, освещенные солнцем зубчатые стены московского Кремля. Вот она, матушка наша, Москва. Зеохинцао, Москва. Верно, Москва. Долго смотрела Айлита на удивительную жизнь, проходящую перед ней. Но вот шар в руке ее исчез. Нео. Ильихо. Айлита встала, подошла к столику с экраном, повернула выключатель. И по зеркалу экрана потекли фигурки марсиан. Животных, дома, деревья, утварь. А Айлита называла каждую фигурку именем. Шохо. Шохо. По-нашему, человек. Человек. Шохо. Человек. Так, ясно. Энуи. Дом. Энуи. Энуи дом. Дация. Дация река. Так начался первый урок марсианского языка. До дерева. Тао-тавра. До тара-тавра. Тао-тавра. 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 Через два часа Айлита встала. Уэри. Зео-Ирли. Вы знаете, хоть и не совсем, но я вас уже понимаю. Язык не очень трудный. А ну-ка попробуйте сказать что-нибудь по-марсиански, Алексей Иванович. Пожалуйста. Румио и хихи утери хум. Румио и хихи утери хум. Румио и пери хум. Оэри. Зео-Ирли. Переидите. Что это значит? Пожалуйста. Молодцы, ребята. Перекур. Вы, кажется, угадали. Это значит, урок окончен. Айо. Ту-и-ра-хаси. Спасибо. До свидания. Спасибо. До скорого. До скорого. Ух. Шох этот значит человек. Вот это здорово. Понимаете, Мстислав Сергеевич, сижу, это я вчера у них на корабле в рубке. Рад им угощаюсь. Растобариваю со всей душой. А они вокруг меня лопочут по-своему, не поймешь. И все это шоха, 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 шоха. Но не взлюбил я это слово. Думаешь, не ругают ли они меня по-своему, по-марсиански? Гляжу на них. Веселые. Кивают. Но ведь опять же марсиане. У них тут все наоборот против нашего. Улыбаются. А сами, может, кроют меня откровенно по-солдатски. Знаете, что не пойму? А? Да, вот это здорово. Шоха, вот тебе и шоха. Да, я понимаю вас. Туа мира магацитул коррентали. О, скажите. О, ото тума рао толцетл гео. Прошло семь дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком. Рано по утру они с гусевым отправлялись в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза элиты встречали их на пороге. Уроки языка были утром и после заката до полуночи. На восьмой день гостей не пришли будить. Когда лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Лось пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Он вышел из дома и побрел по дорожке. Солнце уже закатилось, огненные перья заката охватили полнеба золотым пламенем. Лось подошел к берегу озера и увидел внизу на лестнице аэлиту. Аэлита, можно мне побыть с вами? Да. Вы любите это озеро? Уже много лет по ночам я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Восемь дней назад я увидел вас здесь впервые. Вы мне показались задумчивой, грустной, очень одинокой почему-то, аэлита. Когда я произношу ваше имя, оно волнует меня двойным чувством. Печалью первого слова «аэ» и ощущением серебристого света «лито». Аэлита. Свет звезды, видимой в последний раз. Зачем вы покинули землю? Как вам сказать? По-моему, это очень просто. Чтобы увидеть новый, удивительный мир. Сколько потрясающих открытий для нас, людей Земли. У вас свой, очень своеобразный путь, свой круг знаний, научных дисциплин. Чертовски интересно. Вы рисковали. Зачем? Конечно, риск не исключался. Но ведь должен же быть кто-то первый. Видите ли, есть такая сила. Жажда узнать новое. Дух искания. В человека это может вселиться, как недуг. Тут ничего не поможет, пока не добьешься своего. Риск, опасность не существует. Отдаешь себя целиком, всего, на всю жизнь, пока есть силы. Вы полетели, чтобы вернуться назад, да? Да, конечно. Наш полет открывает для науки, для человечества новые горизонты. Вы были счастливы там, на Земле? Об этом я как-то не успевал подумать. Несколько лет я отдал работе над созданием космической машины. Мне повезло. Я закончил свою конструкцию молодым. Впереди еще много лет. Да-да, я был счастлив. Я счастлив. В чем счастье у вас на Земле, я не поняла. Она обернула к лося лицо и едва усмехнулась. Лося стало жутко. Так чудесно красива была Айлита. Такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания. Счастье у нас на Земле, Айлита, оно приходит в любви к женщине. Айлита вскочила. Ее глаза, огромные, молящие, смотрели в лицо лося. Шохо, Шохо, сын Земли, твоих слов я не понимаю. Мой отец, мои книги и учителя, они старые и мудрые, говорят. Любовь зло, помрачение разума. Любовь ненужная, слепое продление жизни. Бойся ее, она погубит тебя. Айлита, взгляни на небо. В голубых лучах земля. Она окутана туманом любви. Люди, познавшие любовь, не умирают. Уже много столетий наша планета идет к упадку. Мы исчерпали себя. Нет сил, чтобы остановить гибель Тумы. Надо быть мудрым, спокойно и холодно созерцать закат цивилизации. Спокойно и холодно никого не любить, ничего не желать, кроме покоя. Айлита, кто? Кто внушил тебе эти мысли? Это безумие и бред. Верь мне. Верь, бедная девочка. Жизнь бесконечна, неисчерпаема. Она прекрасна, как твое лицо, твои глаза. Любить жизнь. Любить человека счастье. Что ты говоришь, что ты говоришь, сын земли? Мне страшно. Мне страшно. На другой день за утренней едой Гусев стал хмуриться. Миссислав Сергеевич, ведь это, выходит, не дело. Летели, черт знает, в какую даль, и, пожалуйте, сиди в захолустье. В город они, небось, нас не пустили. Бородатый-то помните, как насупился. Ох, Миссислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас понят, кормят, а потом... А вы не торопитесь, Алексей Иванович. Поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны. Пустят и в город. Так-то, ну так, ведь вы сами видели. На марсе-то у них ведь не все в порядке. Глаз у меня на это наметан. Нам предстоит заглянуть в новый мир, Алексей Иванович. Вот об этом я и говорю. Как бы попроситься нам в город? Сейчас нельзя. Рано. Эх, тяжелый у вас характер, Мстислав Сергеевич, как я погляжу. Не серчайте, тяжелый. Так. Куда вы, Алексей Иванович? Тут, недалеко, по дому. Гусев, от нечего делать, пошел бродить по комнатам. Дом был велик. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал. Он пошел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки. Богато живут черти, а скучно. Сын Неба. Ах, это вы. Здравствуйте. Гусев звал ее Ихошка. Хотя имя ее было Иха, племянница управляющего. Она живо побежала мимо Гусева. Сын Неба приноровился было дать ей сзади леща, но воздержался. Ихошка сел недалеко и принялась чистить овощи. Ах, почему это у вас на Марсе бабы какие-то все синие? Ах, ихошка. Синие? Синие. Ой, да ну вас. Слушайте, вы мне говорите по-нашему. По-вашему я не понимаю. А по-вашему я нескладно получаюсь. Одежду протрете по ступенькам. Элозить. Ах, дура ты, Ихошка. Жизни настоящей не знаешь В школе я учила священную историю Там говорили, что сыны неба злые Неправда Сыны неба совсем не злые Да, добрые Она поет про старый дом И васильковые края Где по тропинке босиком Бродила молодость моя И эту песню в дальний путь Уносит и волга опять Чтобы за морями кто-нибудь Смог о березке заскучать Чтобы за морями Кто-нибудь смог о березке заскучать Вот что, Ихошка Ты мне должна помогать Только смотри, не ври Ты мне скажи Кто такой наш хозяин? Наш хозяин Властелин над всеми странами Тумы Вот тебе здравствуй А как же он официально называется? Король, что ли? Ну, должность его какая? Зовут его Тускуб Он отец Айлиты Он глава высшего совета Так, понятно Вот что, Ихошка Знаешь, в одной комнате я видел Такое матовое зеркало Это интересно В него посмотреть Покажи, как оно это соединяется Ах, а что хотел бы видеть Сын неба? Ну, покажи мне город Хорошо Включаю шнур Глядите Вот, кажется, интересное Гусев увидел часть стены Покрытой золотыми надписями И геометрическими фигурами Вокруг стола Сидели те самые марсиане Которые на лестнице Большого мрачного дома Встречали корабль с людьми Перед столом стоял Отец Айлиты Тускуб Тускуб говорил Слова его были не совсем понятны Но страшные Вдруг сидевший напротив него Широколицый молодой марсианин Поднялся, бешено глядя на Тускуба Не они, а ты! И Хошка вдруг вскликнула И дернула за шнур Что ты? Нет, нет, не проси Ни один шоха не смеет слушать Тайны высшего совета Ах, глупая Ну зачем помешала до слуха? За это смерть! Ну-ну-ну, ну-ну-ну Ну давай посмотрим, что можно Так Гусев сумел обследовать весь город Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним Кирпичные залы фабрик Тусклый свет сквозь пыльные стекла Унылые, с пустыми, запавшими глазами Морштинистые лица рабочих Вот это же духа, не позавидуешь Но вот появились центральные площади Двигающиеся водоворотами нарядная толпа Цветы, черные халаты мужчин, нарядные женщины Смеялись за прокинутые лица Велись пестрые легкие шарфы Так, так, вот он, марсианский рай Но вот на экране появилась странная картина На одной из площадей озабоченные шепчущиеся кучки марсиан Прошел отряд солдат Далин, торговые улицы Бегущая толпа, свалка Ясно В городе идет двойная жизнь Сын неба, нам надо уходить Ну, хорошо, хорошо На сегодня хватит Ну, пошли отсюда Ихошка Чего вам? Ты ведь как ко мне относишься? Хорошо? Да? Да Ну, запомни Сыны неба словам не верят Докажи делом Понимаешь? Я хоть и в красноармейской гимнастерке Но человек непростой Ой, я вижу Я вроде как инженер Ну Ну, не совсем, конечно Но вроде Как ваш друг Да Ну, я не Мстислав Сергеевич Куда? До него всем чертям далеко Но Вроде Поэтому ты должна принести мне ключи от ангара Где стоят крылатые лодки Ой Ну, я должен научиться управлять Ой Эх, будем с тобой Ихошка Летать Между звезд Ясно? Ой Беги за ключами Живо! Стены спальни, покрытые бледной мозаикой Оставались в полумраке Столб света падал сверху С потолка на снежные простыни, на подушечки На склоненные головы элиты А элит поднялась и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн На нижней ступени она остановилась Было приятно стоять в теплом луче солнечного света Ярким светом горя улетает заря Далеко Ее обогнать Руки радугу взять Так легко Так легко И лететь под луной вместе с доброй мечтой Далеко Все, что снится опять С высоты увитать Так легко Так легко Хорошо все быстрее мчаться с песней своей Далеко Рано утром пути Брызги солнца найти Так легко Так легко Веселые солнечные блики играли на мраморной стене На синеватой воде А элит улыбнулась И бросилась в прохладу бассейна Скоро она будет говорить с отцом Так было заведено Маленький экран стоял в ее комнате Вот он осветился изнутри А элита, освеженная купанием В халатике, села напротив В туманном зеркале экрана Появила знакомая тень Это отец Тускуб Как спала А элита? Хорошо В доме все хорошо Что делают сыны земли? Они спокойны и довольны Они еще спят Продолжаешь с ними уроки языка? Нет Инженер говорит свободно Его спутнику достаточно знания Чем же ты занимаешь их? Инженер с утра до вечера в библиотеке У них нет еще желания покинуть мой дом? Нет 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 Я не понимаю тебя Чего ты не понимаешь? Отец Почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Ты мне говорила, что сын земли смущает тебя Будет лучше, если он исчезнет совсем Нет Я прошу тебя Не проси Сегодня совет примет решение Это ужасно Это ужасно Экран погас А элита поднялась стремительно Но уронила руки И снова села Помимо воли встало перед ней Лицо сына земли Со снежными волосами Взволнованное С глазами то печальными, то нежными Насыщенными солнцем земли Жуткие Грозовые Сокрушающие разум глаза Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Надо решиться Гусев Никем не замеченный Снова пробрался в комнату с экранами Дернул шнур Так Интересные делишечки Вот это да Он увидел Улицы Саоцера заполнены гудящими толпами народа Возбужденные Мрачные Свирепые лица Прекратилась работа Вот площадь перед домом высшего совета Несметные толпы марсиан стекали сюда Что они говорят Так Сегодня в доме высшего совета инженеров Предстоит решительная борьба Тускуба с каким-то инженером Гором Эх, черт! Надо подключиться Проводившись у пульта Кусев нашел экран высшего совета Ох, ничего себе, Зальчик! Сколько тут их в черных халатах! Вся марсианская инженерия на лицо! Ну, что дальше? На возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел тускуб. В городе волнение, я говорю открыто, город охвачен анархией. В городе избыток населения, которое отказывается повиноваться нам, отказывается работать. Черн ждет только одного – анархии, разрушения. По сведениям моих агентов, у нас нет достаточных сил для сопротивления. Мы накануне гибели мира. Город неизбежно так или иначе будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Вот так загибает. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части населения по сельским поселкам. Предстоит огромная работа. Разумеется, силой разрушения города мы не спасем нашу умирающую цивилизацию. Но мы дадим марсианскому миру умереть спокойно и торжественно. Самый молодой из инженеров с гневом вскочил с места. Он сошел с ума. Почему нам нужно умирать? Правильный парень этот широколицей. Долой Тускуба. История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Мы бестильны остановить биологическое вырождение марсиан. Первое и основное – мы должны уничтожить город. Он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть. Джош, ты хочешь уничтожить город, чтобы сохранить власть. Ты понимаешь, что только уничтожением миллионов ты еще можешь сохранить власть. Инженер Гор. Тебя ненавидят все, кто родится и умирает в подземных фабричных городах. Все те миллионы марсиан, кто обречены на каторжный труд. Инженер Гор, я заставлю тебя замолчать. Не заставишь. Слушайте меня. Головы присутствующих повернулись к инженеру Гору. Замерли. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. У нас есть спасение. Нас спасет пример земли. Люди на земле добились процветания и здоровья. Вот кого Тускуб боится больше всего на свете. Тускуб спрятал у себя в доме двух людей, прилетевших с земли. Он боится сынов земли и хочет их убить. Но мы не позволим этого. Они принесли нам добро, надежду на будущее. Мы не дадим их уничтожить. Он должен быть наказан. Гор должен умереть. Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Пола его одежды меркнули у входа на площадь. Ну и дела. Вот так история. Кусев кинулся к Лосю. Мстислав Сергеевич, здесь город вверх ногами. Что случилось? Народ вышел на улицу. В совете драка. Тускуб отдал приказ убить нас. Тускуб? Отец Айлиты. Вполне возможно. Это бандит мирового масштаба. Где Айлита? Сыны неба. Пожалуйста, обедать. Где Айлита? Не знаю. Вы будете обедать одни. Что будем делать, Мстислав Сергеевич? Надо выяснить, где Айлита, потом решим. Вы понимаете, что происходит? Молчи, Алексей. Черт знает. Черт знает, что творится. Тут сиди. Нас могут убить. Ну, убьют нас. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде, чего безопаснее. Важно другое. Марсиане должны знать, что войны, кровопролитие, люди земли не хотят. И за это, Алеша, может быть, нам с тобой придется умереть. Понимаю. Если надо, ну, знаю. Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич, о смерти-то. Лежишь в поле с винтовкой, дождик темно, о чем, не думай, все к смерти вернешься. Я ночью раз на вазу лежал раненой. Тоска, тошно. Что такое человек? В это время, гляжу, звезды выспали, как проза. Осень была, август. Как задрожит у меня слезинка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, Будто все звезды внутри меня. Как зальюсь я слезою. Расколоть мой череп. Ужасное дело. Великое покушение. А то ядовитые газа выдумай. И всякую другую смертоносную силу. Нет. Жить. Я хочу жить, Мстислав Сергеевич. Правильно говоришь. Хорошо говоришь, друг. Мстислав Сергеевич, А если я слетаю в город, Ну, выясню положение, вернусь. Пустите, я больше не могу ждать. Хорошо, Алексей Иванович, идите. Но будьте осторожны. Если через два часа вас не будет, Я лечу за вами. Идет. Иха! Вернулась Айлита? Нет. Зачем вы его пустили? Кого? Сына неба. Его могут убить. Не бойся. Таких не убивают. Правда. Смотрите. Во дворе снижалась лодка. Из нее поднялся кто-то, Закутанный в белый мех, Белый, как снег. Она! Она! Айлита! Я была в городе. Я за тобой. Нам надо бежать. Что случилось? Я ждал тебя целый день. Я видел отца. Он мне велел убить тебя И твоего друга. Видишь? Вот на кольце, На цепочке каменный флакончик. Отец сказал, Пусть сыны земли уснут спокойно. Они заслужили счастливую смерть. Отец дал мне яд, Но он не верит мне. Он сказал, Если ты не сделаешь этого, Я убью тебя. Нам недолго жить. Нет. Нет, Айлита. Я буду бороться. Нет! Ох, ты великан из моих детских снов. Ты мужественный, добрый. Я умираю от тоски по тебе. Что с тобой? Ты плачешь, Айлита. Я не умею любить. Я никогда не знала этого. Когда ты в первый раз пришел, Я подумала. Я его видела в детстве. Это родной великан. Возьми меня на руки. Унеси отсюда. Я не хочу умирать. Айлита, Знай, Теперь для меня И жизнь, И смерть Ты. На экране появилась Сматривающаяся голова Тускуба. Айлита вскочила, Стала спиной к лосью, Заслоняя экран. Ты здесь? Я здесь, отец. Сыны земли еще живы? Нет, отец. Я дала им яд. Они убиты. Что тебе еще нужно от меня, отец? Ты лжешь. Сын земли в городе. Он среди восставших. Надо бежать. Айлита, Иха и лось Сели в четырехкрылую лодку. Направление юго-запад К горам Лизиазиры. Мы укроемся в пещере Магр. Поздно вечером Гусев с летательной лодки увидел зарево. Ветер доносил крики и выстрелы. Саоцеры была охвачена восстанием. Гусев решил снизиться на одной из площадей. Посмотреть. С площадью его заметили. Вельх взмыл военный корабль. Пошел в изближение. Гусев снял шлем. Стал махать солдатам. Но с корабля сверкнули выстрелы. Ах, пёсье дети, вы так гады! Гусев бросил гранату. Он был вооружен. Тайно от лося захватил шесть гранат на всякий случай. И прибавил скорость. Преследователи остались далеко позади за клубами дыма. Гусев снизился в квартале восставшем. Снижение! 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 Приветствую, товарищи! Слава, приветствую! Гусев видел дрожащие лица, умоляющие глаза. Это была чернь, беднота. Что у вас происходит? За что воюете, друзья? Мы решили, что без кружку, без кружку! Что у вас происходит? Тускуб кричит о перенаселении Марса. Он задумал массовое уничтожение народа. Узнаю вас, вы инженер гор. Мы рады видеть вас здесь, сын земли. У нас общий враг Тускуб. Где ваш друг? О нем не беспокойтесь. Ну, как идут дела? У нас нет оружия. Где у вас арсенал? Надо взять его. Да, арсенал должен быть взят. Слушайте все! Готов! Кому не дать не страшно? Салабик! Узи в гор с гранатом в руках бросились к воротам арсенала. Вперед! Даешь арсенал! Даешь орудия! Ура! Хлынувшие потоки наступающих смяли охрану. Арсенал был взят. 40 тысяч марсиан получили оружие. А через час уже большая часть города была во власти восставших. Горг соединился с дому высшего совета, требуя выдачи Тускуба. Высший совет молчал. Гусев прибыл в штаб Гора. Последние новости. Тускуб правительство. Остатки войск ушли в лабиринт царицы Магр под город. Надо преследовать. Чего сидите? Мхом опросли товарищи марсиане. Преследование бесполезно. Лабиринт бесконечен. У них ядовитые газы. Что предполагаете делать? Наутро надо отыскать по телефону Тускуба и войти с ним в переговоры. Вы, товарищи, чепуху несете. Вдруг он пошатнулся и тяжело сел на пол. Весь дом задрожал от взрыва чудовищной силы. Марсиане кинулись наружу. Попятились. Раздались. На пороге стоял лось. Город охружен. Тускуб взрывает кварталы. Я чудом добрался до вас. Надо уходить всем. Связь. Связь. Даешь связь со штабами? Соединились. Говорит гор. Какие сведения? Так. Так. Взорваны ангары арсенала. Наш флот погиб. Корабли Тускуба разрушают город. Слушайте, надо пробиться. За мной! Раздались выстрелы. Из открытых дверей вынули солдаты Тускуба. Город протянул руки, бросился навстречу и упал под их удар. Стой! Стой! Со мной! Несколькими прыжками лось выскочил за ним на террасу. Усин был облеплен лезущими на него со всех сторон солдатами. Ворочался, как медведь под этой кучей. Расшвыривал. Молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул ее в воздух и пошел по террасе, волочая их за собой. Упал. Лось кинулся на помощь. Стал раскидывать солдат. Они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев сирился подняться. Он был в крови. Алексей Иванович, держите за плечи, я понесу вас. Погодите, погодите. Я сейчас. Я дышусь. Он поднялся, шатаясь. Посмотрел вниз, плюнул кровью. Всех наших побили. Горубить. Ну, погоди. Всех не перебьют, Алексей Иванович. Нельзя уничтожить народ. Невозможно. Ну, погоди. Отойдите, корабль летит. Ну, погоди. Он схватил бронзовую статую какого-то знаменитого марсианина и швырнул ее вниз. Завизжали. Надо уходить, Алексей Иванович. Мы не имеем права рисковать. Наш долг вернуться на землю. Идем. Куда? Нужно спасать аэлиту. Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Не уйду. Ну, и пусть кожу с меня дерут. Неправильная эта планета. Неправильная. Будь она проклята. Приказываю вам следовать за мной. Ну, попадись мне только этот тускуб. Живой или мертвый. Пошли. Пошли. К рассвету их лодка приземлилась у священного порога пещеры Магар. Приехали. Приехали. Оба живы. Не ори. Не ори, иха. Тише. Дай воды. Перевяжи мне раны. Где аэлита? Там. Ждет вас. Лось подошел к скале к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру. Аэлита! Аэлита! Освещенная с потолка светильней спала среди белых подушек аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Лось опустился у изголовья и глядел умиленой и взволнованной. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачалось это лицо. Бедная девочка, что ждет тебя? Сын земли, ты! О, сын земли, любовь моя! О, как я боялась за тебя! Я с тобой, не бойся ничего. А где твой друг? Он жив! Он жив! Но то, что я видел в городе, это похоже на кошмар. Твой отец сошел с ума, он разрушит весь город до основания. О, это ужасно! Утром нам надо пробираться к аппарату. Аэлита, готова ли ты? Да, да! Я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше, ты разбудил меня, мой великан. Я узнала любовь. Аэлита поднялась и вышла. Вернувшись, принесла на краю черного плаща клочки сухого мха, сухие веточки, сложила костер, взяла светильню, подожгла травой. Костер затрещал, разгораясь. Тогда Аэлита взяла маленькую улу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны, подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Костер догорел. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли. По древнему обычаю женщины, спевшие мужчине песню уллы, становятся его женой. Аэлита, любовь моя рожденной звезд. И сквозь дым летящий звездам, звездам, звездам на него взгляни. И сквозь дым летящий звездам, звездам, душу заброни. Холодные лучи зари смешались с заревом далеких пожарищ, пылавших на горизонте в том месте, где за холмами лежала Саацера. Всю ночь оттуда доносились тяжелые взрывы. На рассвете среди скал Лизиазиры появился воздушный корабль, аэлитую лося разбудил шум воздушных винтов. Вот священный порог царицы Магр, они и тут. Возьмите их! Мира! Мира! Русские! Это отец! О, сын земли, прощай! Я с тобой, не бойся! Ты не знаешь, на мне запрещение, я посвящена царице Магр! Мира! Мира! Русские! Стойте! Стойте! Я хочу говорить с ее отцом! Отец! Взять их! Мира! Мира! Русские! Сын земли, сын земли, прощай, прощай! Аэлита! Аэлита! Солдаты кинулись к Лосю, оторвали его от Аэлиты. Он рванулся за краем ее плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад. Аэлита! Было совсем светло, когда Иха, Гусев и мальчик-механик Аэлиты вышли из-за своего укрытия в скале. На истоплой площадке они увидели Лося. Он лежал близ входа в пещеру в луже крови. Мстислав Сергеевич, что с вами? Мстислав Сергеевич, что с вами? Моя бедная госпожа, где ты? Что с тобой сделали? Эх, не уберегли мы их. Ну, прощайте. Куда ты, сын неба? Не имею права. Должен доставить его назад. Я за него в ответе. Живым в руки не дамся. А вы, не поминайте лихо. За любовь спасибо. Что будет? Что теперь будет, сын неба? не бойтесь, не робейте, ребятишки. Я видел вчера, как дерутся ваши молодцы. Таких не одолеешь, ничем не одолеешь. Верьте, верьте мне. Сын неба, прощай. Долго глядели Ихо и мальчик-механик на улетающего в лодке Гусева. Вот он скрылся из глаз. Ихо, Ихо, что с тобой? Ихо! Пусть будет он счастлив, пусть долетит до земли. Гусев держал курс на восток, туда, где на кактусовых полях был оставлен аппарат. Позади него в лодке откинувшись тело лося. Не веря, он жив. Это обморок пройдет. Пройдет, только бы добраться до аппарата, влить ему глоток спирту. Эх, скорее бы, Мстислав Сергеевич, друг, что с тобой? Отзовись. Нет, он будет жив. Водиться бы ему. А, эх, черт, горючий кончается. Гусев опустился на песчаной равнине, положил лося на плечо и пошел, увязая в песке. Наступила ночь. Гусев дошел до холма, опустил лося и лег сам ничком. Смертельная усталость шумела в крови. В первозданной тишине ночь стекла над Марсом. Гусев сел, в тоске поднял голову. Невысоко в небе стояла красноватая звезда. земля, земля, вот она, кормилица. Теперь-то я знаю, в какой стороне аппарат. Ах, сволочи! Солдаты разрушают аппарат! Гусев отвинтил люк аппарата, подтащил лося. Под страшными ударами задрожала тума. С ревом и грохотом гигантское яйцо оторвалось, и как метеор метнулось в небо. Мастислав Сергеевич, Мастислав Сергеевич, это я! Я, Гусев! Летим! Домой летим! Слышите? Слышите? Облака снега летели вдоль набережной. Ползли поземкой по тротуарам. По берегу Невы шел лось, согнувшись навстречу ветру. Он возвращался домой с завода, где строил универсальный двигатель марсианского типа. Прошло полгода со времени возвращения лося и Гусева на землю. Улегло с любопытства, охвативший весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух русских людей. Гусев жил в Ленинграде с Машей. Нарядил ее, как куклу. Дал несколько сотен доливью. Завел мотоциклет. Лось проходил по набережной. Качались фонари, курились карнизы, крыши. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее. Луч ее шел в сердце. Тума-тума. Звезда печали. Летящие края облаков задернули бездну, скрыли звезду. Лось пошел дальше. У подъезда дома стоял автомобиль. Рядом человек в косматой шубе. Я за вами, Мстислав Сергеевич. Садитесь в машину. Едем. Я готов. Но в чем дело? Дело в том, что сегодня в семь часов вечера радиостанция снова ожидает подачу сигналов большой силы. Шифр их непонятен. Есть предположение, что они идут с Марса. У дома с круглой крышей автомобиль остановился. Лось вошел в здание. Сел у приемного аппарата. Он надел наушники. Стрелка часов медленно ползла. Ну, как? Ничего пока нет. Молчание. В чем дело? Тише. Не мешайте. Медленный шепот раздался в его ушах. Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Жива! Жива! Аэлита! Жива! Голоса элиты любви, вечности летит по всей вселенной зовя, призывая клича. Где ты? Где ты, любовь? Голоса элита! Голоса элита! Холоса элита! Субтитры создавал DimaTorzok